Пять лет назад убыточный Maybach прекратил своё существование как отдельный бренд, и с тех пор эту приставку получили самые роскошные разновидности Мерседесов. Стратегия оказалась невероятно успешной, поэтому новый Мерседес Maybach появился вскоре после премьеры обычного S-класса. Рецепт создания суперверсии не изменился. Больше длины, роскоши и немного особенного декора. Количество хрома на кузове измеряется квадратными метрами, но на ключевом рынке, в Китае, такое украшательство наверняка оценят. Как водится, у Maybach собственная решётка радиатора, эксклюзивные колёса и другие любопытные штрихи, вроде светящихся эмблем на стойках кузова. По сравнению с прежним Maybach колёсная база растянулась на 3 см, но если сопоставить с обычным длиннобазным S-классом, то прибавка целых 18. Все они пошли на увеличение пространства для пассажиров, удлинённые задние двери, которые, разумеется, оснащены электроприводом. За ними теперь скрываются строго двухместные апартаменты, которые предлагают несколько неожиданных опций. Это обогрев шеи, массажёр ног и ассистент ремней безопасности, который услужливо подаст лямки пассажирам. К обилию дерева, раскладным столикам, небольшому холодильнику, набору бокалов и премиальной акустики со встроенным шумоподавлением покупатели Maybach уже приучены. Конечно, самому дорогому Mercedes полагаются самые актуальные технические решения. За доплату доступна активная гидропневматическая подвеска, полноуправляемое шасси, а в следующем году и полноценный трассовый автопилот. А ещё многостраничный пресс-релиз обещает невиданную оптику Digital Light. В каждой фаре установлено больше миллиона микрозеркал, чтобы светодиоды могли рисовать на дороге подсказки для водителя. Поначалу для богатой публики выкатят пару полноприводных версий с мягкогибридными надстройками. Первая с 4-литровым Biturbo V8, а вторая со старым добрым 6-литровым V12, которого обычный S-класс уже лишился. Купить сухопутную яхту можно будет уже до наступления нового года. Правда, это привилегия для избранных рынков, в число которых входит и Россия. Цены пока неизвестны, но ориентир 11-12 миллионов рублей. Продажи в родной Германии начнутся весной, в США и Китае в апреле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова